любителям квартир посвящается вы знаете мое отношение до к тем людям которые хотят покупать квартиры либо для себя либо для как доходную недвижимость есть люди которые покупают в неограничном количестве квартиры я знаю людей которых и 200 и 300 квартир они покупают их сдают в аренду и вот этот доходный такой бизнес который им подходит которым нравится которым они знают все лайфаки знать как себя уберечь и как себя подстраховать по всем позициям но я расскажу о своей печальной истории да у меня тоже есть квартира в центре неплохого города рядышком находится пять крупных предприятий на которых очень много работы цена на квартиру сейчас очень снижена как и как и все да вы знаете что объект сейчас в германии цена понизилась продажной стоимостью 80 тысяч евро для этого городка для центра города где инфраструктуру инфраструктура вся это очень очень дешево это практически даром для этого города ну вот я расскажу как я ее продаю вот буквально недавно был у меня просмотр этой квартиры и я понимаю что она не продастся хотя уже вот прямо вот вот она должна продать она не продается рассказываю молодой человек посмотрел эту квартиру она ему понравилась она после ремонта местоположение устраивает цена устраивает он взял телефон управляющей компании и позвонил туда в управляющей компании конечно они ответили на все вопросы сказали о том что сейчас в этом доме будет меняться крыша нового ваш как бы ну как бы бывший владелец да вот я в том числе уже внесла деньги за крышу то есть мы только ожидаем когда начнутся вот эти работы сейчас в летний период и он уже такой одухотворенный что ему носить эти десять тысяч не нужно они уже вновь внесены он все больше больше продвигался к тому чтобы купить эту квартиру ну и я конечно всегда знаю чем это заканчивается поэтому я подумал о том что сейчас у него состоится знакомство с моими соседями ну и конечно он на приехал на машине я наблюдал эту историю с верхнего со второго этажа где квартира находится и смотрю как все это происходит то есть он постучал так как он не знал как зайти вот в этот в подъезд он постучал бабушки на первом этаже она живет очень долго уже около 20 лет в этом доме и она конечно сразу же открыв окно просто плюнула в окно и сказал уходите уходите но на немецком конечно нам здесь никто больше не нужен ну я думала он как-то уже все отступит уже дальше то и не пойдет ну рядом с этим входом в дом есть ворота такие железные и можно войти во двор и конечно он решил посмотреть с другой стороны дома войти во двор он зашел во двор прошелся по двору там есть у нас гаражи потом прошелся до сада довольно большой сад там есть возле этого дома и тут другой владелец квартиры с первого этажа увидев что он там уже ходит по саду он конечно вышел поздоровался и они начали вести беседу и вот во время этой беседы значит владелец квартиры на первом этаже сказал что они здесь проживают очень давно будут они здесь жить до самой ну смерти в этом доме все им оплачивает джоб-центр они ничего менять не будут и конечно так как они долгожители то они уже давно поделили всю территорию сада между тремя квартирами и другие никто не могут заходить на эту территорию не во двор не в сад потому что это уже давно 20 лет назад поделено когда покупатель говорит но я же смотрел таллин серклером там не написано что как-то поделено никакие не внесены изменения что все могут пользоваться кто в этом доме проживает это как бы нормально так так и должно быть ну нам это без разницы то есть будете заходить нам во двор будем вызывать полицию ну и все после этого ну конечно он там дальше сказал что у него собачка есть что он отгородил себе участок в саду чтобы собачка бегала и никто не возмущался потом он сказал о том что крыша протекает ожидаемый ремонт крыши но не особо верим что ремонт начнется а так сообщаю что крыша протекает и вот все у него весь запал все желание купить квартиру пропало и он даже не поднялся на второй этаж и даже не сказал мне пока просто сел машину поехал и вот так всегда запомните и при покупке стрессы и при продаже такие же стрессы но как вам сказать эта квартира небольшая она двухкомнатная 67 метров квадратных и значит хаус гельт вот та сумма который я всегда говорю и она написана во всех объявлениях да когда вы смотрите на покупку квартиры 260 евро в месяц то есть если бы например я сдавала ее за за 400 евро то 260 нужно будет отдать за хаус гельт как управляющей компании и там даже не хватает денег чтобы покрыть коммунальные платежи конечно сумме всегда говорит мама но ты же все это знаешь ты же это не рекомендуешь вот попалась тебе дешевая квартира и ты все и купила и и сейчас разбирайся с ней думай что будешь делать вот очень сложно да и при покупке конечно намного легче потому что люди готовы быстренько скинуть эту квартиру даже в цене согласны скинуть потому что многие сами там не живут по 250 270 евро нужно уплачивать каждый месяц живешь ты там не живешь ну и такие же проблемы при продаже ну буду надеяться что приедет какой-то человек который не будет обходить соседей звонить в управляющую компанию интересоваться спрашивать всеми протоколами так далее просто нам понравится и он ее купит посмотрим продаж этой квартиры идет полтора года но еще пока смельчака не нашлось